Здравствуйте. Многие из вас просили меня сделать видео не по биологии и природе азиатского шершня, а об эксперименте, который я веду себя в лаборатории. И сегодня я вам предлагаю приоткрыть занавес. Покажу вам первое видео, где мы работаем над поведением, над полетом азиатского шершня. Некоторые скажут, о, круто, мы отпускаем шершню на свободу, измеряем дистанцию, используем лазерное оборудование и тому подобное. Но нет, у меня нет такого оборудования для таких больших экспериментов. Но зато я вам могу показать что-то другое. Несколько лет назад мы изучали поведение рабочего шершня при вылете из гнезда. Идея была простой. Когда шершень вылетает из гнезда, какое время он остается вне гнезда? И во сколько он возвращается? Домой, вечером или днем? И сколько вылетов он совершает? И для этого на шершне, которых живут питомники естественного, в естественной среде, на спину мы прикрепили чип. Маленького размера, величиной не больше рисинки. В общем говоря, маленький-малюсенький чип. А чип просто приклеен к спине. Для этого мы усыпили рабочих шершней, приклеили чип и все. И размер чипа такой, чтобы он практически не мешал шершню вести нормальную жизнь. И как шершень просыпался, мы его подсаживали обратно в колонию. И на влетной посадочной полосе колонии, которую мы разместили в заброшенном пуле, мы установили антенны. А антенны, в свою очередь, связаны с компьютером, который регистрирует все передвижения. То есть можно было следовать индивидуальному передвижению шершня. И что же мы смастерили? А то, что вы видите на картинке. Да, вы можете сказать, что это колхозно, но это является частью исследования. И у нас нету больших финансовых возможностей. Поэтому занимаемся самодельем. Классически, но работает. И то, что вы видите на входе, замотанное скотчем, конечно, некрасиво, вы можете сказать. Я прошу вас за это прощения. Но внутри находятся две антенны. То есть, когда шершень залезает вовнутрь, сигнал ловится первой антенной, передается на компьютер сигнал, и потом второй, внутренний. Также сигнал записывается на компьютер. И на компьютере регистрируется время, когда получен сигнал. И на какую антенну, когда пришел сигнал. То есть мы знаем, когда насекомое залетело внизу или когда вылетело из него. И благодаря этой системе, просто-напросто мы смогли установить ритм работы шершней в течение рабочего дня. И иногда мы замечаем, как шершни между собой общаются при помощи химических элементов. Возможно, они обмениваются информацией, химическим способом, при помощи ротового механизма. Ну а что самое интересное, шершни, рабочие, у которых на спине был чип, можно сказать, что это им вообще даже не мешало. И что мы получили как информацию при помощи этого опыта? Вот представляем вам шкалу, где показано количество вылетов за пределы гнезда рабочими шершнями. А горизонтально линия показывает время в течение дня. И как вы заметите, работа в течение дня, она не постоянная. И это, я думаю, нормально. И когда такой опыт проводим на одной колонии в течение нескольких дней, или на нескольких колониях в течение нескольких дней, имею в виду ритм, но не буду говорить о деталях. И к тому же я еще не опубликовал все данные. Но что можно заметить? То, что рабочие шершни начинают работу рано-рано утром. Конечно, они ведь не спят до обеда. Но что интересно, они вылетают прямо до восхода солнца. А вечером они возвращаются чуть-чуть позже заката солнца. И вполне возможно, что же свет, количество является фактором, который позволяет им ориентироваться. Это первая вещь. Вторая интересная вещь, это то, что все чипированные шершни не вели одинаковый образ жизни. Хочу сказать, что некоторые в определенный период времени вылетали больше, значит, они недалеко вылетали, но много раз. А другие вылетали реже, но могли находиться вне гнезда в два часа и более. Ну и третья интересная вещь, мы обратили внимание, что рабочие шершни могут спать вне гнезда. Я не могу сказать, что именно они делают, но могу сказать то, что вечером они не возвращались. Вылетая на охоту, они проводили ночь вне гнезда. Хитрюще, а? И к какому решению мы пришли? Мы просто думаем, что они улетают на охоту очень далеко, и когда становится мало света, летя обратно, они проводят ночь в другом месте. А с наступлением утра, когда будет достаточно света, они возвращаются в свое гнездо. И это то, что мы смогли наблюдать. Ну вот это вот мое первое видео, относительно короткое, касаемое этого сюжета. Я просто приоткрыл за навесочку. Ну это просто-напросто исследование понять поведение рабочего шершня. Естественно, я говорю только о рабочем шершне, о его поведении и охоте вне гнезда. Надеюсь, видео вам понравилось, заинтересовало. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok